Какими выдались матчи первого раунда квалификации Лиги Европы Ви-Фа для Минского Динамо, мы сегодня поговорим с полузащитником столичной команды Владимиром Корытько. Владимир, добрый вечер. Здравствуйте. Давай оттолкнемся от первой встречи, которая прошла на стадионе «Трактор». Болельщики ушли со стадиона разочарованными. Можешь найти причины, что не получилось в той игре первой? Ну, по счету получилось 2-1. Разочарованы. Наверное, они были разочарованы, на мой взгляд. Ну, качеством второго тайма, вообще качеством игры, потому что, конечно, зритель хочет видеть всегда яркий, зрелищный, наверное, очень реализационный футбол, чтобы было много забитых мячей, много опасных моментов, но, наверное, такого яркого футбола у нас не получилось. Ты в своей карьере очень много поиграл в разных клубах. Была хоть раз такая ситуация, я просто прошу, когда на поле выходит из четырех защитников в Лиге-1 номинале? Да, были разные ситуации, связанные с такими вот, как травмы, какие-то еще проблемы. Ну, знаете, если команда сбалансирована и работает полномерно и правильно, то, я думаю, проблем-то не должно каких-то больших возникать. Да, есть футболисты, которых очень сложно заменить, как на данный момент у нас того же Бангура, он довольно-таки системообразующий футболист, у нас особенно с задней линией, поэтому, конечно, такого футболиста сложно заменить. В тренировочном процессе ваши тренеры обращают внимание на то, что вот, может, как-то подстраховывать надо или перестраиваться, в том числе то, что в центральной зоне нет этих футболистов? Ну, поэтому и были сделаны определенные какие-то... Определенная была сделана работа. Никита Копленко, который сейчас молодой, подошел где-то уже к основному составу. Да, ему сложно, да, он еще молод, да, еще много грехов, много-много-много нужно работать с ним. Но заставляет ситуация ставить этого молодого человека, заставляет и не на профильную позицию его ставить, потому что он сам по себе центральный полузащитник, опорный. Ну, а что поделать? Приходится выбираться вот именно вот из таких ситуаций такими способами. Если обратиться к матчу ответному в Юрмале, вот этот быстрый мяч в исполнении Владимира Хвощинского, это то, что было вам тогда надо по многим факторам? Конечно, это очень нам облегчило дальнейшую игру, потому что все-таки, когда ты выходишь и счет немножко такой скользковатый, то ты и играешь более осторожно. Хотя в первом тайме у нас были довольно-таки хорошие подходы, мы могли еще забить, я считаю, что мы могли уже еще раньше закончить вот этот весь немножко нервоз такой всего матча, могли закончить и с более крупным счетом, но, Игорь, может где-то все равно нервозность, она присутствовала. Ну, а игра сама по себе, я считаю, что была грамотно выстроена, мы хорошо сыграли и в обороне, плотно, и не дали сопернику никаких таких возможностей, чтобы нас вскрыть. Очень много внимания выделялось в персоне главного тренера, Спартака из Юрмала Олега Кубарева, Олегу Кубареву, и по итогам этих двух матчей, составляя впечатление о латвийском представителе, о команде по потенциалу, все-таки много опасались зря, нет? Ну, вы знаете, опасаться любого нужно соперника, неважно какая там, Юрмала, не Юрмала. Сейчас играть в футбол умеют все, и доказательства тому, чемпионат Европы, он показал, что маленькие страны, маленькие команды могут дать бой любому сопернику, так же, как и клубы. Любой же может дать бой. И не то, что там бояться, ни в коем случае нельзя. Нужно грамотно провести анализ и грамотно подготовиться к игре. Вот и все. И подготовить футболистов морально к тому, что ты будешь играть с соперником, который, может быть, немножко пониже тебя классом. Но класс же не всегда выигрывает. Иногда выигрывают и борьба, страсть, и горящие глаза. Но вот именно в этом компоненте нам нужно было настроиться на этот матч. Мы настроились и правильно сделали определенные выводы, правильно подошли ко всем вещам и сделали результат. Хорошо. Слова Олега Кубарева вдогонку уже после матча о том, что Минская Динамо не выйдет в группу Лиги Европы в этом году. Как вы их в команде трактовали? Знаете, я смотрю, конечно, и провожу анализ. Я год уже в команде. Немножко, конечно, так. Знаете, не то, что там обидно, не обидно. Много очень разных слов выговаривают в адрес Минского Динамо. То там, то там, то там. И сконцентрироваться. Нам сейчас не нужно обращать внимание на слова. Ну, я с уважением отношусь ко всем людям, которые там не унижают меня и мою семью. Но, знаете, слушать то, что говорят со стороны, то можно иногда и сойти с ума. Это, знаете, какая есть такая восточная поговорка? Собака лает, караван идет. Ну, поэтому собаки лают, караван идет. Поэтому слушать, ну, слова Кубарева, ну, значит, он так хотел сказать, значит, это его мнение. А мы будем делать свое дело и пытаться добиться своего результата. Очень важно заметили о том, что вокруг Динамо вот этих разговоров ходит полным-полно. На данный момент, вот на июль месяц, в коллективе это все понимают? Коллектив сплоченный, он же молодой, он же, наверное, без определенных лидеров, да, на данный момент выступает. Как вам сказать, знаете, есть, вот, я же тоже, как вы сказали, немножко, ну, там, где-то поиграл в плане, там, ну, какого-то опыта у меня определенного есть. Так вот, я со стороны опыта хочу сказать, что в футбол иногда не играют. Вот можно собрать 11 личностей, 11 сумасшедших классных футболистов, но не добиться с ними результата. По одной простой причине, что коллектива может не быть. А здесь, я вам так скажу, коллектив на сегодняшний момент очень хороший в Динамо. В плане ребят, ну, всего. Поэтому я не сомневаюсь в силах футболистов вообще, даже не на секунду. Потому что мы, там есть молодые, амбициозные люди, которые хотят чего-либо добиться. И иногда вот именно вот этот вот такой, знаете, подтекст помогает добиваться определенного результата. Так вот, коллектив у нас замечательный. И не хочу, там, сейчас это не бравада, это не какие-то там слова. Действительно, коллектив очень хороший. Хорошо. Караван идет. На кону у нас у Минского Динамо свидание с ирландцами. И мне вот в преломлении на встречу домашнюю, которая состоится на этой неделе, больше всего тревожит один вопрос. Продолжая тему центральных защитников. Я уверен, что давление именно на эту центральную зону будет продолжаться. Да, это проблема. Но, знаете, решить ее сегодня мне, я ее не решу. Ну, за исключением забитых мячей. Но это, мы же говорим сейчас об обороне. Поэтому эту проблему я не решу. Я думаю, что тренерский штаб прекрасно понимает, что нужно сделать для того, чтобы пройти дальше. Поэтому я сейчас об этом даже как-то... Ну, да, она есть. Эта проблема есть. Но решать сегодня не отдельно взятому футболисту, например, мне. А решать нужно всем коллегиально. И тренерский штаб где-то. И подключать, наверное, всю команду. И решать, как это... Я думаю, что мы и разберемся. И там уже тренеры начинают делать определенный анализ. И разберутся. С прошедшим днем рождения. Спасибо. Он был недавно. 37 лет. Это возраст. Ну, это возраст. Это хороший возраст. Это... Я еще молодой парень, поэтому у меня еще все впереди. Но я имею в виду... Футбол же, это же не вся жизнь, наверное. Она футбольная. Я имею в виду карьера. Она же когда-то заканчивается. Если думать только о том, что как мне 37, и я уже старый... Ну, может, до футбола я уже в зрелом возрасте. Но для жизни еще все впереди. Буквально, чтобы завершить интервью, поскольку мы находимся в такой паузе между двумя кругами. Любопытный момент. Минск и Динамо в лидирующей группе команд. Но отрезками результата не было. Пять ничьих подряд. Поражения очень болезненные. От Ислыча, от Крумкадшоу вспоминаются. От Немана в том числе. Это сезон такой? И для Динамо, и вообще для нашего чемпионата. Ну, сезон, не сезон. Конечно, на мой взгляд, чего не хватает нам, это стабильности. Стабильности во всем. Стабильности внутри, и снаружи, и вообще везде. Поэтому я не пытаюсь сейчас находить какие-то проблемы и как их нам нужно решать. Просто констатирует все слова, которые вы мне говорите, там, нестабильно. Да, у нас нестабильно. Поэтому это все сказывается и на футболе. Ну что ж, мы желаем Минскому Динамо удачи в ближайший четверг в матче второго раунда Лиги Европы УЕФА. Владимир Корытьев, полузащитник Минского Динамо, сегодня у нас был в студии. Спасибо за беседу и удачи. Спасибо, до встречи.